Шалом! Вы смотрите новости на первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. И конца, и края не видно. Минздрав Израиля требует продлить срок карантинных ограничений. Женщиной концлагеря Аушвиц в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная судьбам узниц. Квартира в обмен на молильный дом. Белорусская писательница выкупила синагогу в Слониме. За минувшие сутки в России провели 292 тысячи анализов на COVID-19. 18 241 из них показал положительный результат. Это наименьшее число заболевших с 31 октября. Тогда было зафиксировано 18 140 случаев. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются более 600 тысяч человек. В 68 регионах страны распространение коронавируса идет на спад. Самые благоприятные показатели в Москве. В Санкт-Петербурге власти также заявляют о нормализации обстановки. В Израиле продолжается массовая вакцинация. Привились уже около 4 миллионов человек. Однако 63 из них все равно заразились COVID-19. Генеральный директор больницы Хадаса профессор Зеев Ротштейн сообщил о прекращении приема пациентов из-за нехватки оборудования и лекарств. Минздраве обеспокоены высоким количеством тяжелобольных и ростом заражений. Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией профессор Нахманаш предложил сохранить карантинные ограничения в силе еще как минимум на неделю. В Екатеринбурге открылась выставка женщины в концлагере Аушвиц. Она посвящена судьбам узнец Асвенсома. Стенды с фотографиями и архивными материалами подготовили ученики 167-й школы совместно с представителями Еврейского культурного центра. Это лишь одно из событий недели памяти жертв Холокоста, которое проходит в Свердловской области. В регионе запланирован ряд мероприятий, в их числе показ документального фильма «Я еврей, я с Урала». На 99-м году жизни умер художник и скульптор Ицхак Бельфер. Он был последним из учеников Януша Корчика, польского педагога, погибшего в 1940 году в газовой камере вместе со своими воспитанниками. Ицхак родился в Варшаве, в 7 лет попал в дом сирот. А с сентября 1939 года, когда немцы оккупировали Польшу, бежал в СССР и вступил в ряды Красной армии. В 1949-м он эмигрировал в Израиль. Учился в Институте искусства и дизайна ОВНИ в Тель-Авиве и преподавал живопись. Работы Ицхака Бельфера представлены на многочисленных выставках в Израиле и за рубежом. Согласно данным Оперативного управления Генштаба Цахала, в 2020 году у армии было похищено около 80 единиц огнестрельного оружия. В том числе 15 стволов было похищено из домов военнослужащих. Последняя крупная кража произошла в прошлом месяце. С подземного склада боеприпасов базы Цейлим в Негеве преступники вывезли 93 тысячи патронов калибра 5,56. Сахал увеличил количество проводимых инспекций с 6-8 в месяц до 30. Боевым солдатам теперь дано указание не брать свои винтовки домой, если они получают отпуск более чем на неделю. А всем остальным и вовсе запрещено покидать базу с каким-либо оружием. Израильская компания StoreDot разработала батарею для электромобилей, которая заряжается за 5 минут. Ее энергии хватает на 150 км пути. В новых аккумуляторах вместо графита используются полупроводниковые наночастицы. Однако в будущем компания планирует использовать кремний, который значительно дешевле. Тем временем компания Tesla завершает подготовку к началу продаж электромобилей в Израиле. Цены на базовую модель Tesla 3 будут начинаться с 295 тысяч шекелей. В Израиле она поступит в заднеприводной версии Range Plus, оснащенной аккумулятором увеличенной емкости, которая обеспечивает запас хода на 415 км. В базовом варианте машины будут белые, за любые другие цвета придется доплатить. Синагога в городе Слоним Гродненской области обрела хозяйку. Ею стала детская писательница Илона Иоанна Ривз. Как она решилась на покупку и почему ей понадобилось для этого продать свою квартиру, расскажет Наталья Кравченко. Осиротевшая и полуразрушенная, обнесенная забором, она 30 лет ждала, когда снова станет кому-нибудь нужной. Слонимскую синагогу несколько раз выставляли на торги, но желающих ее приобрести не было. Последний раз аукцион проводили в мае прошлого года. Для многих цена в 137 тысяч белорусских рублей была неподъемной. Британский фонд еврейского наследия ожидал ее снижение в два раза. Однако в итоге она упала всего на 10%. Судьба синагоги решилась под конец 2020 года. В декабре ее купила писательница Илона Ривз за 30 тысяч белорусских рублей. Это чуть меньше российского миллиона. Для Илоны покупка носит символическое значение. Она знаменует возвращение ее семьи в Слоним. То, что моя семья там жила, то, что моя тетя там родилась, это, скажем так, меня тоже придало мне больше сил для того, чтобы принять это решение о покупке. То есть какая-то тоже дань и своей семье, и искусству. Продала свою квартиру и сейчас временно я арендую жилье для того, чтобы у меня была возможность заниматься этим проектом. Слонимскую синагогу в стиле барокко построила местная община в 1642 году. Тогда из 16 тысяч жителей города 11 тысяч относили себя к евреям. С момента постройки здание служило в качестве оборонительного сооружения. Здесь сохранились окна бойницы, а толщина стен нижнего яруса достигает двух метров. Это самый древний памятник архитектуры в городе. Все его дороги ведут сюда, в центр, где на одной улице также нашли свой дом, православный собор и костел бернардинцев. После войны в здании синагоги размещались склад и торговые помещения. Но с начала 90-х годов помещения пустуют. Здесь сохранились бима, архитектурное сооружение, где читали свитки Торы, а у стены, которая смотрит в сторону Израиля, Арон Акадеш. Это специальное место, где хранились свитки. Цель новой хозяйки синагоги – отреставрировать ее и превратить в историко-культурный центр. Внутри музейная экспозиция, посвященная событиям Холокоста. Если брать для туристов, то это сама по себе синагога является памятником. С точки зрения туризма она может быть интересна для любого человека. Зимой 2018 года Британский фонд еврейского наследия включил Слонимский храм в список самых значимых памятников Европы. По оценкам организации, на восстановление здания нужно 5 миллионов евро. Чтобы найти средства, Илона создат собственный фонд. По условиям аукциона, через два года она должна предоставить проектную документацию. Еще пять лет у нее будет на самую реконструкцию. В течение нескольких веков синагога хранила память об истории евреев города, и сегодня у нее появился шанс вновь сыграть значимую роль в жизни Слонима.